Среди картин, вошедших в 40-ю экспозицию золотой карты России, в Третьяковке есть несколько полотен Алексея Кокеля. 140-летие со дня его рождения отметили на малой родине. В селе Тарханы Батревского района открылся после реконструкции дом музея живописца. Уютный бревенчатый дом. Внутри каменная печь, письменный стол, мольберт. На полках личные вещи, среди которых немало бесценных экспонатов. К примеру, фотоаппарат «Зоркий», которым снимал Алексей Кокель. Его внучатом-племянником передал в дар вдова художника. Виталий Сергеев вспоминает свои детские годы, как гостил в родовой усадьбе. Его дед Иван Афанасьевич – брат известного на весь мир живописца. Дедушка ведет меня вдоль вот этой ограды. Там новые молодые яблони. Это, говорит, Атоновка. А внизу трава такая, зеленая-зеленая трава. Красота. Дом музей художника не раз менял прописку. После реставрационных работ его возвели там, где и располагалась родовая усадьба семьи Кокелей. Наследием известного земляка в Тарханах дорожат. Картины выпускника Императорской академии экспонировались и за рубежом. Среди его учеников немало мастеров живописи. У творчества Алексея Кокеля и сегодня много почитателей. В дар музею передали новые экспонаты. Мало того, вот Матвеев Александр, вы его знаете, да, это сельхозтоваропроизводитель из израильского района. Мне сказал, что они еще намерены, скажем так, привезти из Харькова личные вот некие наброски, грифы, вот творчество еще Кокеля. К 140-летию со дня рождения художника приурочили молодежный пленэр. Его основная тема – Великая Победа 1945 года. Ученица школы Анастасия Яковлева признается, что ее вдохновляют работы Алексея Кокеля. Благодаря ему я начала рисовать. Люблю рисовать пейзаж и мин на деревьях издалека. Они очень красивые и особенно облака. Каждый год в Тарханах проходит и Кокелевский международный пленэр. Среди его постоянных участников – известные художники из Харькова, где долгие годы жил и преподавал Алексей Афанасьевич. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что память о выдающихся земляках необходимо сохранять. Культура, художество имеет очень важнейшее значение в нашей жизни. Это искусство, которое обогащает наши души. И очевидно, когда художник передает через картину красоту природы, красоту человека, это, конечно же, является таким наследием, которым далее обогащаются многие-многие поколения. В храме Богоявления Господня вспоминали о еще одном уроженце Тархан – родном брате Алексея Кокеля Григорье. Вся его жизнь была связана со служением Русской Православной Церкви. В 2001-м епископ Герман был причислен к лику святых. Жителям района, воевавшим за мирное небо, Олег Николаев вручил юбилейные медали «75 лет победы». Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика.